Снова вернёмся к нашим постоянным дайджестам. На сей раз коснёмся ЧП, прописавшихся на дорогах нашей страны. Юрий Шевчук, о лихачах и случайных жертвах водительского бровальства. Ночное ДТП с летальным исходом. По словам очевидцев, водитель Фиата даже не успел нажать на тормоз. Машина влетела в дерево и только после этого остановилась. Авария произошла около полуночи в посёлке Колодище Минского района. В авто ехали два человека. По предварительной информации, 27-летний водитель на скорости не вошёл в поворот и выехал за пределы проезжей части. В результате сильного удара от дерева шофёр погиб, а 36-летний пассажир получил травмы и попал в больницу. ГАИ ведёт разбирательство дорожного инцидента. О возможных причинах трагедии не сообщается. Крутой занос и авария попали в объектив видеорегистратора. В Гродно Ауди занесло на мокром асфальте. Авто раскрутило, и оно вылетело прямо на правую встречную полосу. Водитель Киа среагировать на непредсказуемый манёвр оппонента не смог. После столкновения корейскую машину отбросило назад в правый ряд, в котором ехала Тойота с видеорегистратором. О пострадавших в результате аварии не сообщается. Помощь спасателей понадобилась пострадавшим в аварии на дороге Могилёв-Бобруйск. Накануне около 9 вечера столкнулись легковая Ауди и микроавтобус Volkswagen Crafter. В результате ДТП водитель минивена погиб, а шофёр и два пассажира Ауди с травмами были госпитализированы. Чтобы извлечь из разбитой легковушки пострадавших, понадобились профессиональные навыки бойцов МЧС. В милиции установили, что именно водитель Ауди выехал за пределы проезжей части и удавился в стоявший на обочине Volkswagen. По данным МВД, погибший мужчина в момент ДТП стоял возле своего микроавтобуса. Ещё одна смертельная авария, но уже на трассе Минска-Гродно. Сообщается, что 35-летний водитель Toyota выбрал небезопасную скорость движения и выехал на обочину, после чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в фуру. В результате полученных травм водитель легкового авто, а это 35-летний житель Сморгони, погиб на месте происшествия. О состоянии водителя грузовика Renault на польских номерах не сообщается. КОНЕЦ